Вода бежала по дороге, лавируя на крутых поворотах. Ручей, взяв начало на улице 1-й, западной 12, превратился в озеро уже на северо-западной. Оживленный участок на время перекрыли, общественный транспорт пустили в обход. Порыв на водопроводной трубе коммунальщики устранили быстро. За пару часов в порядок привели и проезжую часть. Правда, как видите, не везде. Череда неприятных сюрпризов у водоканала началась еще накануне. На улице Димитрово поздно вечером тоже лопнула труба. Ее ремонтировали и сегодня, а при этом воду в домах барнаульцев не отключали. Как выразился председатель городского комитета по энергоресурсам и газификации, сегодня есть уникальная возможность на время проведения ремонтных работ переводить потребителей на соседние работающие сети. А вот низкие температуры на улице, по мнению Александра Кощеева, совсем не главные причины подобных аварий. Я думаю, что с морозами это не связано. Залегания достаточно у этих сетей. Поэтому это только то, что износ сетей, их вескость, она определяет как раз эти поврежденные участки в городе, о которых мы сегодня говорим. Меньше других сегодня повезло. Жителям частного сектора Горно-Алтайской и Первой речной и здесь порыв случился на теплотрассе. 40 домов до сих пор без отопления. Это при том, что об аварии стало известно ближе к полудню. Тепловой кооператив и БТСК до 17 часов устраняли порыв. Еще три часа дается на заполнение сети. Если отопления в домах не будет, ориентировочно к 9 вечера в администрации Октябрьского района готовы отреагировать. Обращаться можно по телефону, который на экране. Ну а в администрации города нас заверили, что уже продумывают план летних ремонтных работ всей коммунальной сети Барнаула. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости.